В день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Утро на Болткоме. С отменой всех этих ковидных ограничений встрепенул. Как-то у нас оживилась культурная жизнь. И встрепенулись артисты, господа артисты, которым хотя бы... Ну, чувствуется, что за два года сиденья... Не то чтобы в простое, но, понятно, все время какие-то были сложности. То залы можно было заполнять на 50%, там какие-то маски, там, боже мой, какие сложности. И вот теперь, наконец-то, мы можем насладиться... Вот я понимаю, за два года подготовлено столько всего интересного, что посмотреть, не пересмотреть в нашей студии два замечательных артиста, которые представляют интереснейший проект по мотивам произведений Эдгара Алана По. Причем обещают, что это будет не только смешно, но и ужасно, ужасно смешно. То есть и ужасно, и смешно. Страшно смешно. Страшные байки, основанные на оригинальном сборнике юмористических этюдов в темных тонах по произведениям талантливого мастера готических ужастиков. Интрига-интрига. Евгений Корнев, в нашей студии. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Может быть, несколько слов действительно о проекте? Вот почему Алан По, чем заинтересовал и как, вот почему в такой неожиданной интерпретации? Ну, наверное, я начну, потому что старт этого проекта, он на мне основывался. Когда-то давно, когда я учился в Санкт-Петербурге, в Театральной Академии, я видел самый-самый-самый первый вариант спектакля По, который, если помните, играл Гришковец Цекала. Это По-По? По-По, да. Именно тот самый спектакль. Но наш другой. Абсолютно. Наш По-Сле. Да, наш По-Сле. Как минимум. Слепо-Видно. Да. Это был один из таких, наверное, первых в тот период спектаклей-сторителлингов. Потому что, по сути, они рассказывают истории. Истории, известные всем. Но интересно не то, что в истории. В истории всё понятно. Интересно, как. Интересно, как это подаётся. Меня очень тогда заинтересовал этот вариант. Потому что это самый фундамент актёрского жития, бытия театра. Это вот истории, которые рассказываются, грубо говоря, у коста. Это то, что является сутью театра. Когда интересна не сама история, а именно каждый рассказчик, как он её преподносит. Потом, в 2019 году, когда меня выбрали в Международную летнюю театральную школу Союза театральных деятелей России в СТД. И я попал конкретно в сторителлинговый проект. Там мы сделали спектакль по произведениям. Ну, как произведениям сложно назвать. Это наше бытие. Это Ветхий Завет. И история Ветхого Завета вообще известна всем. Каждому. И вот тут как раз самая суть. Когда интересно то, как это подаётся и как это рассказывается. Это были Щедрин, Розин и Барабанов, режиссёры МХТ. И они... Ну, они МХАТовские ребята. Они окончили МХАТ, курс Брусникина. И то, что я там подцепил от них, ну, это просто повышение квалификации до уровня... Вы знаете, когда театр начинался от костра, ещё у нас, знаете, как говорят, что лучшие роли играются в курилке или там на кухне. Когда мы друг другу просто рассказываем какие-то истории, да, и как это... И вот это то самое, когда встречаются два человека, начинают беседовать, и что-то такое рождается, что интересно смотреть, но ты не можешь объяснить, а что, собственно, происходит. Но смотреть интересно. И наблюдать, и слушать это всё дело. И потом, когда есть у нас такой продюсер Борис Леви, он ко мне обратился с предложением сделать спектакль, похожий на спектакль по... Это тоже, ну, тот же сторителлинг, тот же Эдгар Аллан по... Но берутся истории, где-то они совпадают со спектаклем Гришковца, где-то совсем не совпадают. И переделываются, переосмысливаются немножко иначе. И то, что у нас в результате получилось, когда вот уже Женя вошёл в проект, и этот проект, он ещё, он живой. Он, понимаете, он с момента первого спектакля вот до сегодняшнего дня, он получил просто колоссальное развитие. И самое мощное развитие он получил, когда совершенно случайно удалось познакомиться с руководством Digital Art House и понять, что можно совместить их мощности, их крутые вещи, которые только они могут в Латвии дать. Потому что, ну, все, кто был в Digital Art House, видели там эту мощь того, что на тебя падает, когда ты посещаешь этот Digital Art House. Ну, проекции. Да, все проекции, звук. В спектакле будет ещё 200 визуал, 360 градусов. Давайте, то есть мы совместили... Мрачненькое что-нибудь. Ну, это тайна пока, приходите, смотрите, конечно. Да, мрачненькое. Но мы вам этого не скажем, это сюрприз будет. Да, соответственно, Эдгару Алану По, всё оформление, а мы с Даником отвечаем за то, чтобы было не только мрачно, но ещё интересно и весело. Так вот. Да, у нас проект, который, ну, по сути, он совмещает сразу два искусства. И частично кино, потому что туда попадает и кино, конечно же, и театральное в первую очередь. И это то, что... Ну, то, в чём театр современный, в принципе, проигрывает экшену, киноиндустрии, компьютерным играм. Зрители современные, они любят смену картинки, они любят, чтобы всё быстрее происходило. Поэтому в театре, в принципе, нет-нет, да появляется вот совмещение. Уже появляются спектакли на сцене больших репертуарных театров, где какие-то проекции показываются, как-то вот декорации оживают. У нас получается, что мы просто перешагнули сразу к ситуации, когда декорация, часть спектакля, она постоянно живая, она несёт дополнительную смысловую нагрузку к тому, что происходит между нами в диалоге. И мы видим изнутри, что это круто. Мы надеемся, что и зрителю понравится. Получается, что это такая постановка, именно уникальная ещё тем, что только в Digital Art House есть возможности преподнести её таким образом. И это очень необычно и интересно. Мы можем играть этот спектакль где угодно, но именно в Digital Art House эта постановка обретает всю мощь, о которой говорил Даник. Да, именно то самое. Два актёра на сцене. То есть вот это вот классический, я помню, как в детстве, я когда смотрел, ну была ещё, по-моему, телевизионная постановка «Игра». Там фильм был замечательный с Майклом Кейном и Лоуренсом Оливьем, но это была вот постановка с советскими актёрами. Я помню, что меня поразило, что пьеса, которая длится полтора часа, в ней задействованы только два актёра, и ты смотришь, тебе всё равно интересно. Потому что всё время вот эти два актёра создают напряжение, и я просто был потрясён, как вот всего лишь два актёра, и перед тобой прямо целым ты не можешь оторваться от экрана. Ну а тут я понимаю, что оцены, вот насколько сложно, вот здесь же я понимаю, что как раз в этом и проявляется мастерство, когда минимум-то нет массовки, не за кем спрятаться. То есть здесь вот нужно брать, чем-то брать публику. Ну, чем-то и берём. Материал, во-первых, который располагается, он вполне интересен. Это был просто монолог. Это был монолог, потому что примерно такие спектакли мы отыгрываем с Олегом ежеутренне, как раз тоже на двоих. То есть вы говорили о себе. Зритель, он же приходит в театр подсмотреть чужую жизнь, за нею понаблюдать, проследить. И если мы знаем на сцене, о чём мы, значит, ну, мы можем что-то и протранслировать. И когда у нас происходит конфликт, когда мы сцепляемся в диалогах, зрителю интересно за этим наблюдать. Ну и возвращаясь к Digital Art House, теперь будет интереснее вдвойне. Потому что помимо того, что просто диалог и статичной картинки нету, у нас теперь появляется, мы как будто бы в фильме. Но вот мы есть, это даже уже не 3D, не 5D, это вот мы живьём, и вокруг нас вот то, что может дать только Digital Art House. Более того, даже не мы, актёры, внутри, а зритель оказывается внутри. То есть в театре в любом случае, как бы там, происходило внедрение зрителя или нет, но зритель всегда чуть-чуть со стороны. Ну, то есть ещё и твёртая стена, да. Да, да. Вот. А здесь за счёт возможностей площадки зритель буквально оказывается прямо внутри событий, внутри места действия, которое тоже периодически меняется. И, извини, я ещё хочу немножко вступить в противоречие, выражаясь текстом из спектакля, со своим коллегой. И в нашем спектакле не только интересно, как, но и интересно всё-таки сама история тоже. У нас существует даже не детективная такая линия, а, скажем, может быть, какая-то соревновательная, мистическая, да, такой детектив, больше не скажем, чтобы не раскрыть сюжет, да. Но затем как, затем, чтобы понять, что происходит, тоже наверняка будет очень интересно наблюдать. Я вспоминаю сейчас в 2019 году, опять возвращаясь к Международной летней театральной школе, наши педагоги, мастера Алексей Розин и Илья Барабанов, они сыграли для нас у костра один свой спектакль, которые они в своём театральном сообществе шарлатанов, они так и называются, шарлатан, шарлатаны, да, по сути, обманщики, вот, они его играют в Москве. Они для нас его сыграли для актёров прямо у костра, вот то самое, да, играть у костра или на кухне, в коридоре, в курилке. Что у них было? Они были вдвоём, в той одежде, в которой они были, ничего дополнительного, и из реквизита было два стула, костёр и мы все вокруг. И вот в этом сторителлинге мы оказались буквально вот внутри всех событий, которые они нам описывали. Что они делали? Да они просто беседовали, они просто друг с другом разговаривали, они были в этих сценах разными персонажами. Переключение происходило вот так вот. У нас элементы этого тоже есть, но у нас, конечно, больше всё-таки именно спектакль, да, мы два персонажа, которые делимся. Вот один персонаж, и вот второй персонаж. Но рассказывая наши истории, мы внутри этих историй надеваем, ну, примеряем на себя каких-то других персонажей, ещё элементами, не переходя. И это вот интересно именно в нашем конфликте, который между нами происходит, в диалоге. И тогда, когда я сидел, смотрел вот в 19-м году, как ребята это делали, я подумал, что, ну, зритель незаслуженно лишён вот такого варианта театра в Риге. Потому что это круто, когда нет ничего, но происходит всё. И, ну, мы получили, вот мы, коллеги, да, кто сидел там и смотрел на них, просто потрясающее удовольствие, которое, ну, сложно с чем-то сравнить. Это вот, да, это не театр, в своём понимании, как репертуарный театр, у которого есть и там оркестр, может даже быть и сценография, и всё-всё-всё-всё-всё это есть, но чего-то нету. Ну, то есть, вот этот занавес, который раскрывается, выходит там, кушать подано. Да, это всё уже потом, это когда театр стал нашим всем, потом кино заменило. Важнейшим из искусств для нас является сначала был театр, потом кино, потом телевидение. Мы в этом случае возвращаемся к, ну, истоку театра, потому что театр – это, ну, не пропаганда это, это что-то, что даже не заставляет, не надо заставлять зрителя. Зрителя подталкивают к каким-то размышлениям, что-то такое, да. Постановка, которая называется «Поточка слеп», произведение Мэтт Грааллана по Digital Art House, 29 апреля, 19.30. Данила Соловьёв, Евгений Корнев, два актёра у нас в гостях. Площадка очень ограничена. Количество посадочных мест, как вы решили в случае вашего спектакля? В данном случае… Вот эти несколько столиков посередине зала или будут дополнительные места? Там без столиков, там будут места в зале, пока их столько, сколько обозначено на сайте. Я посмотрел, на сайте уже там много чего и уже раскуплено. Да, раскупили хорошо. Но в результате, конечно же, по финалу поставят ровно такое количество мест, которое будет раскуплено, чтобы не было пустых стульев. А зачем? Это позволяет. Там не вкрученные в пол кресла, да, то есть это может трансформироваться. А сама площадка, кстати, ещё помимо того, какие технические возможности, она очень, на мой вкус, компактно, уютная. Это не какой-то аэродром на 3000 мест, да и там в этом нет необходимости. Когда у нас сейчас технические репетиции проходят и появился уже весь этот видеоряд, когда сидишь в зале, он именно такой. Вот как-то, знаете, даже не знаю, как объяснить, вот всё так, как должно быть. Вот он такого масштаба, такого размера, площадка формата, какого она должна быть. Там очень есть важный плюс, там видно отовсюду. Да, со всех сторон всё видно, нет такого, что ты где-то и чем-то обделён. Ты где бы ни сидел, ты всё время находишься как зритель. Внутри, в середине того, что происходит. В этом смысле очень удобно. Да, и не как в театре, когда приходишь на место за 5 евро, и ты понимаешь, что ты сидишь вот в столб. И ровно на 5 евро ты ел и посмотрел на 5 евро. И тоже бывают замечательные места, где ты отлично видишь колонну. Да, 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 я как раз в столб и говорю, что я и в Питере был на таких вариантах. И попадаешь иногда. Ну, когда мы студентами были, мы не могли себе позволить что-то хорошее какое-то. Или там давали контрамарку на проход, ну и в результате приходилось друг на друге сидеть. Если говорить о творчестве Гришковца, я с ним познакомился лично в театре «Эрмитаж» в Москве. Это был фестиваль, по-моему, «Золотая маска», то ли что, но неважно. И он играл свою знаменитую «Как я съел собаку». Я на балконе в положении полувисена в залом, потому что всё было битком набито студентами театральных вузов. Но это было за бесплатно. Да, Гришковцу мы, понимаете, в чём дело, мы ему благодарны, потому что он открыл вообще, он вообще такой первый сторитейлер. Ну, да, есть ещё мнение, что совсем первый сторитейлер – это Жванецкий, потому что это… Ну, тогда уж, наверное, стендапер. Ну, конечно, стендапер, но сторитейлер – что-то среднее. Кстати, стендап и сторитейлинг – это очень вещи, ну, они смежные, но стендап обязан быть смешным. Сторитейлинг не обязан. Сторитейлинг обязан вызывать чувство у зрителя сопереживания. Какого? Ну, там уже как пойдёт по пьесе. Так вот, мы Гришковцу, ну, я лично, Женя, тоже я знаю, благодарны за то, что вот он открыл вот эту вот ширмочку для нас, для того, чтобы развивать. И, конечно же, мы сделали этот проект свой с оглядкой на его, то, что он открыл, но это другое. Это те, кто был на спектакле Гришковца, я уверен, в Риге очень много людей, Рижан, побывали на спектакле «По-по». Я, допустим, лично в 2019 году с Золотовицким познакомился, мы с ним пообщались, он мне пожелал успеха с этим спектаклем, потому что Золотовицкий после Цикала играл с Гришковцом-попом. И, да, он тоже говорил, интересно, что вы так вот взялись, это вот будет и жить. Да, это другое. Ну, потому что неинтересно было бы делать один в один то, что у Гришковца. Потом, кстати, я видел этот спектакль, вот самые первые варианты, когда они привезли его с Цикала в Академию театрального искусства в Питере и показывали на зрителя для студентов, чтобы понимать, а куда двигаться, чтобы понимать, что с этим спектаклем сделать. И потом еще видел несколько вариантов. И, ну, это разные спектакли все были, это живой спектакль. Он не имеет пьесы, ну, нету записанной пьесы, нету текста. Поэтому мы вот в этом случае знаем, о чем мы говорим, но внутри каждого рассказа мы можем импровизировать совершенно спокойно. То есть получается, что человек, который придет на одну постановку, ну, на один спектакль, а потом на другой, он может попасть, как будто бы даже посмотреть заново. Почти на разные, да. Из чего мы делаем вывод, что это не единственный раз будет 29-го числа. Конечно, конечно, это будет, мы надеемся, что это будет жить. Ну, наверное, даже будет изменяться в процессе, потому что это тоже заложено в возможности Digital Art House. Сама визуализация тоже может меняться. И мы, в принципе, созвучны тому, что происходит, потому что, ну, в театре не бывает так, чтобы был вот текст. Когда-то в театральном институте Татьяна Петровна Кулиш, ректор нашего института, она александринская актриса была, она говорила, самый худший вариант, вот в Александринке так и говорили всегда, як написано, так и сыграно. Вот так не бывает, вот не надо. Вот текст написан, и нет, там всегда есть подтекст, там всегда есть что-то, что несет дополнительную смысловую нагрузку. И в данном случае, когда мы не привязаны к пьесе, то есть нет текста, мы можем там дополнять, ну, более мы свободны, получается. Вот, и это тот самый вот фундаментальный театр, которого на данном, наверное, этапе не очень хватает. Фундаментальный, но при этом максимально свободный. Сразу вспоминаю байку театральную, когда, по-моему, не ел, она вспоминала, что на одном из спектаклей, у Гафта она играла с ним в паре, то ли прихватил, то есть вдруг он отчаянно, он убегает за кулисы, и она понимает, что она на пять минут остается одна, вот у нее вроде все было рассчитано на текст, и вот она говорит, что эти пять минут я вспоминала с ужасом, вспоминаю всю жизнь, но пришлось выкручиваться так, чтобы публика ничего не заподозрила, пока вот, ну, простите, партнер, там что-то случилось. Да, эти байки, они огромные, их огромное количество, это происходит и во всех театрах, и в нашем, Жене, театре постоянно что-то такое веселое происходило, и потом это обсуждалось, в капустнике попадало. Веселое после. В тот момент бывают такие, что же делать, хорошо, если пьеса не в стихах, а если она в стихах, то тут тоже, извините. Вот, но суть вот этого стори-тейлинга, она заключается в том, что это практически и есть сам спектакль, когда, да неважно, а мы свободны настолько, мы легки на подъем настолько, что мы можем там же внутри вернуть, симпровизировать, не расколоться, главное, потому что иногда бывает очень смешно, ну, мы даже в репетициях, когда вот репетируем этот спектакль, постоянно что-то новое выстреливается, и постоянно я Женю подкалываю, он меня подкалывает, какие-то вещи, которые внутри мы понимаем, а это тоже очень важно и хорошо, внутри, между собой, мы вроде, да, между собойчик, но мы его не устраиваем. Получается, мы между собой знаем что-то под, а зрителю интересно, зритель понимает, что что-то живое там, и это еще интереснее, чем, ну, вот просто по тексту, ну, как я выше сказал. — Звучит убедительно, да? — Да, вроде, да. — Осталось прийти и проверить. — Причем это была импровизация. — Абсолютно, никто не готовился. — Театр «После», и так еще раз, да, «После», по «Эдгра Луну По», 29 апреля, «Послезавтра», 19.30, «Диджитал Арт Хаус». — Мы будем надеяться, что далее везде, то есть, ну, в принципе... — Далее там же, но уже иначе, по-другому, с какими-то дополнениями, потому что импровизация, это и есть импровизация. Данила Соловьев и Евгений Корнев были с нами, огромное спасибо. — Спасибо, спасибо. — Спасибо, спасибо. — Спасибо. — День в день, час в час, минут...